саляму алейкум здравствуйте еще раз дорогие друзья сегодня у нас очередной урок по курану и сегодня мы с вами иншалла пройдем суру аль-фаджр но так как это сура большая довольно таки 30 аятов мы сегодня пройдем половину то есть 15 аятов до слова акроман иншалла я решил разделить эту суру на две части чтобы так сказать не загрузить так как каждый аят мы подробно изучаем я не хочу чтобы данное видео данный урок почти два часа чтобы не выходил чтобы не было так сказать тяжело воспринимать всю эту информацию надеюсь что так будет полезно иншалла и так как всегда каждый аят буду читать объяснять какие правила в этих аятах есть в конце каждый аят до 15 аята я имею ввиду по три раза буду читать и в самом конце один раз с первого по 15 аят начала полностью прочитаю и так ау-зу-биллахи мина шайтон и рожим бис миллахи р-рохман и р-рохим вальфа джур первый аят начинается с буквы вау здесь вау она мягкая с фатхой потом переходим сюда при переходе минуем алиф алиф не надо читать здесь подсказка есть что алиф не читается дали сайт буква лам она читается видим что суккун есть и понимаем что следующая буква в данный момент буква фа она лунная буква получается валь лам читается мягко валь валь далее сайт буква фас фатха и потом джим с суккуном это правило только латой с джим подчеркиваем для того чтобы джим подчеркнуть как только джим произнесли язык сразу надо убирать то есть вальф аджи вальф аджи вальф аджи вот так вальф аджи р-ру дальше теперь вальф аджи р-ру при остановке так как кассера исчезает и над буквой р-ро появляется суккун р-ро надо читать твердо почему потому что когда раз укуном перед ней тоже суккуном а передней фатха читается твердо воли вальф аджи р-ру воли вальф аджи ру но р-ро читается твердо при остановке если вы решили продолжить вы уже суккун не произносите вы произносите основную огласовку то есть это кассера соответственно здесь уже р-ро надо будет читать мягко то есть если вы решили продолжить, надо читать вот так. Это если вы решили продолжить, но лучше останавливаться и читать. Теперь второй аят. Аят опять начинается на букву Вау, как здесь в Сфатхайдале с фатхой. Фатха приобретает оттенок Я, Ла, Ла, надо мягко читать. Дальше. Здесь буква Я с Фатхой. Фатху тянем два раза за счет буквы Олив без огласовок. Это мады таби'и. Получается. Здесь Лам стоит с танвином Касра, то есть Ин. Сама буква Лам читается мягко. И мы видим, что края танвина здесь ровные. И мы понимаем, что значит танвин читается четко. Так как следующая буква, буква Айн, это правило у нас Изгар. Получается Ва-Ла-Я-Линь. 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 Линь. Линь. Надо читать четко, как есть. Далее стоит буква Айн. Гартанной. Буква Айн с Фатхой. Потом Шин стоит с Сукуном. И Ро с танвином Касра. Но опять при остановке танвин Касра исчезает. Появляется Сукун. Как вот в этом случае, Ро надо читать твердо. Получается. Ва-Ла-Я-Линь. А-Ла-Я-Линь. А-Ш-Р. А-Ш-Р. Вот так. Но если вы решили продолжить, здесь уже Ро надо читать мягко. Почему? Потому что у нее огласовка танвин Касра. То есть Касра. Здесь танвин Касра мы видим, что края танвина неровные, в отличие от вот этого танвина. Так как следующая буква Буква Вау, она относится к правилу Идгам с Унной. Получается, если вы решили продолжить, уже не А-Ш-Ринь будет, а танвин превращается в следующую букву. То есть, если вы решили продолжить, надо читать вот так. Ва-Ла-Я-Линь А-Ш-Ри-Ю-А-Ш-Ф-Ки. То есть А-Ш-Ри-Ю-А-Ш-Ф-Ки. А-Ш-Ри-Ю-А-Ш-Ф-Ки. Вот так будет. Но лучше останавливаться. Ва-Ла-Я-Линь А-Ш-Р. Вот так. Дальше идем. Теперь третий аят. Ва-Ш-Ш-Ф-И-В-А-Л-В-А-Т-Р. Опять аят начинается на букву Вау с Фатхой. Теперь при переходе минуем Алиф. Алиф не надо читать, подсказка есть. Далее сядет Буква Лам. Но Буква Лам тоже не читается. Так как сукона нет, мы понимаем, что следующая буква, в данном моменте буква Шин, она солнечная. И за счет того, что Лам не читаем, эта буква, то есть Буква Шин в данный момент, она удваивается. Поэтому же Ташдид появляется. Теперь Буква Шин с Фатхой, потом Фасой с суконом и Айн, Гартанная Айн с Касрой. Эту Касру произносим через Гартань, но ее не тянем. То есть, как только произнесли, сюда сразу надо переходить. То есть, ва-ш-ш-ф-и-в-э-л-в-э-т-р. Ва-ш-ш-ф-и-в-э-л-в-э-т-р. Вот так. Теперь здесь буква Вау с Фатхой. Здесь минуем Алиф. Алиф не надо читать при переходе. И здесь уже Лам читаем. Здесь вот Лам не читали, а здесь читаем Лам, потому что здесь сукон есть. И мы понимаем, что следующая буква, в данный момент, буква Вау, она лунная. Лам произносится мягко. То есть, ва-ль-в-э-т-р. Здесь после Вау с Фатхой и Саидбука та мягкая с суконом. Опять здесь Ро с Касрой, но при остановке появляется сукон. Поэтому, исходя из того, что Ро с суконом, перед ней суконом, а перед ней с фатха, мы Ро должны читать твердо. То есть, ва-ль-в-э-т-р. Ва-ль-в-э-т-р-р. Но, если вы решили продолжить, как вот в этом случае, тогда Ро читается мягко. То есть, если вы решили продолжить, надо читать вот так. Ва-ль-в-э-т-р-и-ва-ля-я-в-э-л-лай-ли. Ва-ль-в-э-т-р-и-в-э-л-лай-ли. Вот так будет. Но лучше останавливаться и читать. Ва-ль-в-э-т-р. Четвертый аят. Ва-ль-лай-ли-и-за-я-с-р. Прошу прощения. Ва-ль-лай-ли-и-за-я-с-р. Здесь Ро читается твердо. Теперь аят опять начинается на букву Вау с Фатхой. Далее сайт буквы Алиф, но минуем букву Алиф. При переходе Алиф не надо читать. Здесь подсказка. Теперь буква Лам. Почему с Ашитом? Потому что здесь, по идее, две буквы Лам должно быть. Одна буква Лам относится к определенному артиклю Аль, то есть после Алифа. А второй Лам относится к слову Лайл. Но при встрече двух Лам, двух букв Лам, они обычно пишут одну букву Лам и ставят Ташдид. Так как буква Лам, она тоже солнечная буква. Получается Лам здесь удваивается. Фатха приобретает оттенок Я, то есть читаем мягко. Получается Вал-лай-ли. Вал-ла, Вал-ла, Вал-лай-ли. Здесь я с укуном, потом сайт-букой лам с касрой. Касру ни в коем случае не надо тянуть. Лам читается мягко. Как только касру произнесли, сразу сюда переходим. То есть, вал-лей-ли-и-да. Вал-лей-ли-и-да. Вот так. Здесь алиф с хамзой и касрой. Касру произносим мягко, как есть. Далли сайт-букой дзал, она межзубная. Дзал, она межзубная, поэтому правильно надо ее произносить. А эту фатху, которая над буквой дзал, мы должны тянуть два раза за счет буквы алиф без огласовок. Это мады-таби'и. Получается, вал-лей-ли-и-да. Вал-лей-ли-и-да. Далее, яср. Здесь буква я с фатхой. Далее сайт-буква син. И буква ра. Опять здесь, при остановке, так как касра исчезает, и исходя из того, что ра с укуном, са с укуном я с фатхой, мы должны читать букву ра твердо. Получается, яср. Но здесь хочу сказать, некоторые ученые говорят, что здесь ра надо читать мягко. Почему? Потому что немножко сейчас я ухожу в тонкость арабского языка. Дело в том, что, например, ватр или ашр, фаджр, они существительные. А яср, это несуществительный, это глагол. По идее, этот глагол ясри, то есть после буквы ра, еще стоит буква я. Но здесь яср, как бы для рифмы, ну, так сказать, для рифмы, да, может, не совсем слово рифма подойдет, потому что аяты, это все-таки не стихи, не стихи, это не поэзия. Но для рифмы Аллах, субханаху, убрал букву я и яср, касра, как бы осталось. Поэтому некоторые ученые говорят, что, исходя из того, что этот глагол, мы должны подчеркнуть и яср, надо читать мягко. Почему мягко? Когда мы читаем мягко, это признак того, что здесь касра есть. То есть, чтобы указать, что здесь именно глагол заканчивается на касру, надо яср, надо читать мягко. Но большинство ученых говорят, нет, мы не должны уходить, как бы, в корень слова, там это глагол или нет. Раз уж мы остановились, здесь появляется сукун, здесь сукун и здесь фатха, то мы, вне зависимости от того, здесь глагол или существительное, ра надо читать твердо. Поэтому мы будем придерживаться мнения большинства и будем ра читать твердо, то есть яср. Это при остановке. Но если вы решили продолжить, ра в любом случае читайте мягко. То есть, при продолжении надо читать вот так. Вал-лей-ли-и-за ясри-хал-фи. Вот так. Но лучше останавливаться и читать яср. Теперь, следующий аят, пятый. Аят начинается на букву ха, мягкая. Она произносится на выдохе, то есть гортань не надо напрягать. Ха-ха. Далее сайт-буква лам с сукуном. Лам читаем мягко. То есть, хал-хал-хал. Далее сайт-буква фа с касрой. И эту касру мы должны тянуть за счет буквы. И вот я. Это буква я, по идее. Здесь две точки должны быть. Фи-фи. Эту касру за счет буквы я должны тянуть два раза. Это мат-таби-и. То есть, хал-фи. Хал-фи. Далее сайт-буква дзал. Межзубная она. Ее надо правильно произносить. Теперь эту фатху, которая над буквой дзал, мы должны тянуть два раза за счет подсказки. Подсказка это маленькая прямая палочка. То есть, это мат-таби-и. Получается, фи-дал-ли-ка. Дзал-ли-ка. Теперь фатху тянем два раза, как я уже сказал. Далее сайт-буква лам с касрой. Лам считается мягко. То есть, дзал-ли. Не л-ли, а л-ли. Дзал-ли-ка. Далее сайт-буква каф с фатхой. Здесь фатха и каф, они произносятся мягко. То есть, дзал-ли-ка. Как будто тоже там такой призвук я. Дзал-ли-ка. И эту фатху ни в коем случае не надо тянуть и сразу сюда переходить. То есть, дзал-ли-ка. Коса-муль. Вот так будет. Теперь здесь буква каф с фатхой. Фатха приобретает оттенок о, ка, ка. Далее сайт-буква син. Она мягкая. С фатхой коса. 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 И здесь мун, по идее. Танвин-дам над мимом. Но так как мы видим, что две дамы ставятся одинаково, мы понимаем, что коса-мун никак не может быть. Смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква лам. Она относится к правилу идгам без гунны. Получается, танвин превращается в эту букву лам, поэтому она удваивается. Значит, надо читать вот так. Теперь лам читается мягко. Далее сайт-буква дзал. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. У нее огласовка касра. И эту касру мы должны тянуть за счет буквы я без огласовок. Два раза мы должны тянуть. То есть, это мад-таби'и. Получается, хал-фи-дал-ли-ка-коса-му-л-ли-дзи. Ли-ди-хай-джир. Теперь буква х здесь. Гортанная она. В отличие от нее, мы здесь должны напрягать гортан. То есть, хи-хи-хи. Далее сайт-буква джим с суккуном. Как вот здесь было. Это тоже правило. То есть, джим подчеркиваем. И теперь при остановке у буквы Ро появляется суккун. И теперь исходим из того, что буква Ро с суккуном. Джим с суккуном. А перед ней здесь стоит огласовка касра. То Ро читается уже мягко. Вот здесь, например, ватр. Здесь Ро с суккуном. Та с суккуном. А буква Лау была с фатхой. Поэтому мы Ро читали твердо. И здесь тоже, и здесь тоже, и здесь тоже. А здесь Ро читается мягко. Почему? Потому что, еще раз говорю, Ро с суккуном будет, джим с суккуном, а Ха с касрой. То есть, хай-джи-ри. Хай-джи-ри. А здесь не надо хай-джи-ру. Вот так. Хай-джи-ру. Не надо читать. Хай-джи-ри. Если вы решили продолжить, в любом случае Ро читается мягко. Но, если вы решили продолжить, уже Танвин Касру надо произносить четко. Потому что края Танвина ровные, как мы здесь видим. Так как следующая буква, буква Алиф с Хамзой. Это будет изгар. То есть, если вы решили продолжить, надо читать вот так. Хай-джи-рин а-лям-таро. Вот так. Хай-джи-рин а-лям-таро. Но лучше останавливаться и читать хай-джи-ри. Шестое аят. А-лям-таро кей-фа-фа-а-ля-роб-бу-ка-би-а-ды. Теперь а-лям. Здесь аят начинается на букву Алиф с Хамзой и Фатхой. Фатху произносим как обычную мягкую А-А-А. Далее стоит буква Лам с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. А-ля-А-ля. То есть, не Ла-А-ля-Ла. Мягко читаем. Далее стоит буква Мим с Сукуном. Так как над буквой Мим стоит Сукун, мы понимаем, что Мим надо читать четко. Здесь, так как следующая буква, буква Та, это правило Изхар-Шафауя. То есть, когда Мим читается четко. А-лям. А-лям. Далее Таро. Таро. Здесь буква Та, она мягкая с Фатхой. Далее стоит буква Ро с Фатхой. И эту Фатху ни в коем случае не тянем. Фатха приобретает оттенок О. И сразу сюда переходим. То есть, а-лям-таро ка-й-фа. А-лям-таро ка-й-фа. Теперь здесь буква Ка с Фатхой. Она читается мягко. Ка. Ка. Далее стоит буква Я с Сукуном. Кай. Кай. Далее стоит буква Фа с Фатхой. И эту Фатху тоже не тянем. То есть, а-лям-таро ка-й-фа. А-лям-таро ка-й-фа-фа-а-ла. Вот так будет. Ка-й-фа-фа-а-ла. Теперь здесь опять буква Фа с Фатхой. Как вот здесь. Далее стоит буква Ай-ин. Гартанная с Фатхой. Соответственно, Фатху произносим через гортань. То есть, фа-а. 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 Далее буква Лам с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. И Фатху не тянем. То есть, фа-а-ла-роб-бу-ка. Фа-а-ла-роб-бу-ка. Теперь буква Ра с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Ра. Ра читается твердо. Далее буква Ба. Удвоенная с даммой. Роб-бу. Роб-бу. И далее стоит буква Каф с Фатхой. Роб-бу-ка. Роб-бу-ка. Каф читается, произносится мягко. Так же, как и Фатха. Роб-бу-ка. Далее. Фатху не тянем. Сразу сюда переходим. То есть, Роб-бу-ка-би-ад. Здесь буква Ба с Касрой. Далее стоит буква Айн Гартанная с Фатхой. Как вот здесь. Но только здесь уже Фатху тянем. За счет буквы Алиф без огласовок. Это Мад-Таби-и. Будет, если вы решили останавливаться, хоть и продолжить. Нет. Это в любом случае здесь Биа. Прошу прощения. Здесь Мад-Таби-и будет, если вы решили продолжить. Но так как мы останавливаемся, это Мад-Арид будет. То есть, вы имеете право эту Фатху тянуть либо два раза, либо четыре раза. То есть, Биа-ад. Можно так, дольше тянуть. Но если вы решили продолжить, тогда Биа-адин и Рома. Тогда Мад-Таби-и будет. Теперь, но лучше останавливаться. Теперь Биа-ад. Так как мы остановились, у буквы Дал вместо Танвина Касри появляется Сукун. Это означает, что Дал здесь будет правило Кал-Кала и Дал надо подчеркивать. Для того, чтобы подчеркнуть букву Дал, как только произнесли букву Дал, надо язык сразу же убрать. То есть, Биа-ад. Д. Биа-ад. Вот так. Но если вы решили продолжить, как я уже сказал, Фатху тянем два раза, а здесь уже Дал произносим Танвин Касру четко. Так как края Танвина ровные, как вот здесь, и следующее слово начинается на Алиф с Хамзой, здесь тоже будет правило Изгар, как вот здесь. То есть, если вы решили продолжить, надо читать вот так. Биа-адин и Рома. Вот так. Но лучше останавливаться и читать Биа-ад. Дальше теперь. И Рома-д-э-тил- Аима-д. Теперь И Рома. Аят начинается на Алиф с Хамзой и Касрой. Касру произносим мягко, как есть ИИ. Далее следующее буква Ро с Фатхой. Фатха приобретает оттенок О. Ро читается твердо. И Ро. И Ро. И Ро. Далее следующее буква Мим с Фатхой. Фатху не тянем. И сразу сюда переходим. То есть, И Рома-д-э-тил. И Рома-д-э-тил. Теперь буква Дал. Это буква Дал, Мирзубна. Ее надо правильно произносить. Фатху тянем за счет Алифа, без огласовок. Тянем два раза. Это Мад-таби-и. То есть, И Рома-д-э-тил. Теперь буква Та здесь мягкая с Касрой. При переходе на это слово Алиф минуем. Алиф не надо читать. Здесь подсказка есть. Теперь Лам читается, так как мы видим, что Сукун есть. И мы понимаем, что следующая буква в данный момент, буква Айн, она лунная. Лам читается мягко. То есть, Д-тил. Теперь эту Касру произносим через гортан. И, И, И. Даля стоит буква Мим с Фатхой. И эту Фатху, если мы решили остановиться, мы имеем право тянуть либо два раза, либо четыре раза. Это Мад-Арид будет. И при остановке, как вот здесь, Дал опять, так как Сукун появляется, Кал-Кала будет. И Даля надо подчеркивать. Но если вы решили продолжить, тогда Фатху надо тянуть только два раза. Даля уже с Касрой будет. И переходим. То есть, И Рамадзатил Аимадил Лати. Вот так будет. Но лучше останавливаться. Аимад. Теперь следующий аят. Восьмой аят. АЛЛАТИ ЛАМ ЮХЛАКУ МИЦЛУХА ФИЛ БИЛАДИ. Теперь АЛЛАТИ. Здесь, так как АЛИФ ИЛАМ стоит, это определенный артикль АЛ, поэтому АЛИФ всегда будет с Фатхой. Почему? Потому что определенный артикль называется АЛЛ, не ИЛ, не УЛЛ, поэтому АЛЛАТИ, АЛЛАТИ. Если бы вы решили вот здесь не останавливаться, продолжить, тогда ИРАМАДЗАТИЛ АИМАДИЛ ЛАТИ. Вот так было бы. Но, так как мы здесь остановились, здесь надо начинать именно с Фатхой. АЛЛАТИ. АЛЛАТИ. Теперь Фатха произносится мягко, как есть А. Далее стоит буква ЛАМ. Она же удваивается. Здесь Фатха приобретает оттенок Я. ЛАМ читается мягко, то есть АЛЛА. АЛЛАТИ. Далее стоит буква ТА мягко. С КАСРА. И КАСРУ тянем за счет буквы Я без огласовок. Тянем два раза. Это МАДЫ ТОБИИ. Получается АЛЛАТИ. Далее ЛАМ. Опять буква ЛАМ здесь Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. ЛАМ. Далее стоит буква МИМ с СУКУНом. Так как следующая буква, буква Я, это правило из ХАРШАФАУЯ. Как вот здесь было. То есть МИМ читаем четко. ЛАМ. ЛАМ. Далее буква Я. Вот эти две точки относятся сюда. То есть это буква Я с ДАММАЙ Ю. А вот это ХА. ХА хриплая с СУКУНом. ЮХ. ЮХ. Она читается твердо. ЮХ. ЮХ. Далее стоит буква ЛАМ с Фатхой. Фатха приобретает оттенок Я. ЮХ. ЛА. ЮХ. ЛА. ЮХ. ЛА. И ЮХ. ЛАКУ. Здесь буква КАФ с СУКУНом. Здесь правило КАЛКАЛА. То есть КАФ надо подчеркивать. Опять, чтобы КАФ подчеркнуть, как только КАФ произнесли, язык сразу же надо убирать. То есть ЮХ. ЛАКУ. ЮХ. ЛАКУ. ЮХ. ЛАКУ. Вот так. Далее теперь буква МИМ с КАСРАЙ. Потом СА межзубная. С УКУНом. Ее надо правильно произносить. То есть как межзубную. СА. СА. МИС. 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 Далее сайт буква ЛАМ с ДАММой. ЛАМ читается мягко. То есть МИС. ЛУ. МИС. ЛУ. Здесь как будто ДАММА приобретает оттенок Ю. МИС. ЛУ. Не надо МИС. ЛУ читать. Это ошибка. МИС. ЛУ. ХА. Теперь буква ХА. Она произносится на выдохе. Мягко. И эту ФАТХУ тянем два раза за счет алифа без огласовок. Это МАТТОБИИ. То есть МИС. ЛУ. ХА. МИС. ЛУ. ХА. Теперь ФИЛ. Здесь буква ФА с КАСРАЙ. По идее, если бы мы не перешли к следующему слову, эту КАСРУ надо было тянуть за счет буквы Я без огласовок. Надо было тянуть два раза. Это было бы МАТТОБИИ. Как вот здесь. ФИ. Здесь почему мы тянули? Потому что мы сюда не переходили. Так как следующее слово не начиналось на определенный артикль АЛЬ. А здесь следующее слово начинается на определенный артикль АЛЬ. Мы видим АЛИФ ИЛАМ есть. Поэтому мы должны сюда перейти. Поэтому при переходе уже КАСРУ не надо тянуть. То есть при переходе МАДА ТОБИИ не будет. Надо читать ФИЛ БИЛАД. ФИЛ БИЛАД. ФИ. Произнесили, не тянем и сразу сюда. ФИЛ. Теперь при переходе минуем АЛИФ. АЛИФ не надо читать. Подсказка есть. ЛАМ читается мягко. Здесь СУКУНАМ. И мы понимаем, что следующая буква БА, она лунная. То есть ФИЛ. ФИЛ. БИЛАД. Опять здесь. ЛАМ, во-первых, читается мягко. ФАТХ приобретает оттенок Я. Опять при переходе здесь уже МАДА АРИД будет. И ФАТХу вы имеете право либо два, либо четыре раза тянуть. То есть ФИЛ. БИЛАД. То есть до четырех раз можно тянуть. Но если вы решили продолжить, тогда ФАТХу надо тянуть только два раза. Только два раза. И будет ФИЛ. БИЛАД. ВЕСАМУДАЛЛАЗИН. Вот так. Но лучше останавливаться. При остановке опять ДАЛ подчеркиваем, потому что будет КАЛ. То есть ФИЛ. БИЛАД. Теперь девятый аят. ВЕСАМУДАЛЛАЗИНА ЧЕБУС СОХ РАБИЛ ВАДИ. Аят начинается на букву ВАУС ФАТХАЙ. ВА, ВА. Далее стоит буква САМ. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. ВА, СА. ВА, СА. СА. Далее стоит буква МИМ с ДАММой. ДАММУ тянем за счет ВА, ВА без огласовок. Тянем два раза. Это МАДА ТАБИИ. Получается ВА, САМУ. ВА, САМУ. Теперь ДАЛЬ стоит буква ДАЛ с ФАТХАЙ. ВА, САМУДА. И при переходе минуем АЛИФ. АЛИФ не надо читать. Подсказка есть. ЛАМ. Она удваивается. Потому что здесь, по идее, две буквы ЛАМ должно быть. Но ее пишут как одну букву ЛАМ с ШАДДАЙ или с ТАШДИДАМ. Теперь ФАТХА приобретает оттенок Я. ВА, САМУДАЛЛА. ЛА. Далее стоит буква ДАЛ. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. И эту КАСРУ тянем за счет буквы Я без огласовок. Тянем два раза. Это МАДА ТАБИИ. И произнеся НУН с ФАТХА. И уже ФАТХУ не надо тянуть. И сразу сюда переходить. То есть. ВА, САМУДАЛЛАЗИНА, ЧАБУС. Вот так будет. Теперь здесь буква ДжИМ с ФАТХА. ФАТХУ тянем за счет АЛИФа без огласовок. ФАТХУ тянем два раза. Это МАДА ТАБИИ. ЧА. ЧА. Теперь. Здесь БАС. ДАММА. И по идее, ДАММУ, если бы мы не переходили к следующему слову, ДАММУ надо было бы тянуть два. ДАММУ два раза за счет УАВа без огласовок. Но так как мы должны перейти к следующему слову, ДАММУ ни в коем случае не тянем. ЧА. БУС. Теперь. Вот АЛИФ стоит и такой значок. Это не СУКУН. Это не СУКУН. Потому что СУКУН у нас ставится вот так. Этот знак говорит о том, что АЛИФ не надо читать. Ни в коем случае. ЧА. БУС. Теперь. При переходе сюда. Я имею. Когда переходим сюда. Вот обратите внимание. УАУ. Не читаем. Этот АЛИФ тоже не читаем. Этот АЛИФ тоже не читаем. И ЛАМ тоже не читаем. Получается. ЧА. БУС. СОХОРО. Но все эти буквы, они важны. Они важны. То есть. Может быть кто-то здесь подумал. А зачем тогда писать? Можно БАС. ДАММУ писать. И сразу букву СОДА. Нет. Это неправильно. ЧА. БУС. СОХОРО. То есть. Каждая буква, она важна. Теперь. При переходе. Как я уже сказал. АЛИФ. ВАУ. Не читаем. АЛИФ. Не читаем. И этот АЛИФ. Тоже подсказка. Если не читаем. ЛАМ. Не читаем. За счет того, что следующая буква. В данный момент. Буква СОД. Она. Солнечная. Поэтому. Из-за того, что ЛАМ. Не прочитали. Буква СОД. Она удваивается. Теперь. Буква СОД. Она твердая. ФАТХА приобретает оттенок О. То есть. СО. СО. ДжЕ БУССО. ДжЕ БУССО. ДжЕ БУССОХРО. Теперь. Буква ХА. Она хриплая. СУКУНОМ. Читается твердо. СОХ. СОХ. РА. БИЛ. ВА. СРАЗУ. Теперь. Буква БА. С КАСРА. При переходе. Минуем. АЛИФ. АЛИФ. Не надо читать. Подсказка. ЛАМ. Читается. Так как СУКУН. Есть. Мы понимаем. Что следующая буква. В данный момент. Буква ВАУ. Она. ЛУННАЯ. Теперь. Эту ФАТХУ. Опять. Если мы решили остановиться. Это. МАДААРИЛ. Будет. Имеем право тянуть. До четырех раз. Но если вы решили продолжить. Только надо тянуть. Два раза. Это. МАДАК ТАБИАИ. Будет. Если вы решили остановиться. БИЛ. ВА. Д. Опять. ДАЛ. Появляется СУКУН. И будет. КАЛКАЛА. Как вот в этих случаях. Если вы решили продолжить. У ДАЛ. Соответственно. КАЛКАЛА. Не будет. То есть. БИЛ. ВА. ДИ. ВАФИР. АУНА. Вот так будет. Но лучше останавливаться. Теперь. ДЕСЯТЫЙ АЯТ. ВАФИР. АУ. НАЗИЛ. АУ. ТАД. АЯТ. Начинается на букву ВАУ. С ФАТХА. ВА. ДАЛЕСЯТЬ БУКВА. ФА. С КАСРАЙ. И РА. С СУКУН. Так как РА. С СУКУН. Передняя КАСРА. РА. Читается. Мягко. То есть. ФИР. ФИР. Не надо ФИР. Читать. Это ошибка. ВАФИР. ВАФИР. ДАЛЕСЯТЬ БУКВА. АЙН. С ФАТХАЙ. ФАТХАЙ. ПРОИЗНОСИМ ЧЕРЕЗ ГАРТАНЬ. То есть. А. А. ВАФИР. А. ДАЛЕСЯТЬ БУКВА. ВАУ. С СУКУН. И НУН. С ФАТХАЙ. ФАТХАЙ. НЕТЯНИМ. И СРАЗУ. С СУДА ПЕРЕХОДИМ. То есть. ВАФИР. АУ. НАЗИЛ. Вот так будет. Теперь. Здесь. БУКВА. А. МЕЖЗУБНОЕ. ЕЕ НАДО ПРАВИНО ПРАВИНОСИТЬ. Если бы мы. После этого слова. Не переходили бы. К следующее слово. Тогда. Эту КАСРУ. Надо было бы. Тянуть два раза. За счет буквы. Я. Без огласовок. И было бы. МАТТАБИИ. То есть. Надо было читать. ВИ. ВИ. Но. Так как. Мы. Переходим. К следующее слово. Уже. КАСРУ. Не надо тянуть. Соответственно. МАТТАБИИ. Здесь не будет. То есть. Надо читать. ВИЛ. АУТАД. ВИЛ. ВИЛ. Теперь. При переходе. АЛИФ. Минуем. АЛИФ. Не надо читать. Подсказка. ЛАМ. Читается. Так как. СУКУН. Есть. Мы понимаем. Что следующая буква. В данный момент. Буква. АЛИФ. С ХАМЗАЙ. Это лунная буква. Получается. ВИЛ. 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 АУТАД. Здесь. Как в этих случаях. Если вы решили остановиться. ФАТХУ. Умете право тянуть. Четыре раза. МАДААРИД. Будет. И. Плюс. ДАЛЬ. Подчеркивать. И читать. ВИЛ. АУТАД. Но. Если вы решили продолжить. ФАТХУ. Надо тянуть. Только два раза. И. ВИЛ. АУТАД. ЛАЗИНА. Так будет. Теперь. Одиннадцатый аят. АЛЛАЗИНА. ТАГАУ. ФИЛ. БИЛЛАД. Так как. Здесь. Определенный артикль. АЛЛ. Как вот в этом случае. Аят. Начинаем. НА. ФАТХУ. То есть. А. АЛЛАЗИНА. ФАТХУ. Произносим мягко. Как есть. Далее. САДБУКА ЛАМ. Она же удваивается. Здесь. ФАТХА. ФАТХА. Приобретает оттенок. Я. То есть. АЛЛА. АЛЛА. Далее. САДБУКА ЗАЛ. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. Эту КАСРУ. Мы должны тянуть два раза. За счет буквы Я. Без огласовок. МАД ТАБИИ. Теперь. Произносим. БУКА НУН. С ФАТХА. И ФАТХУ. Не надо тянуть. И сразу сюда. Переходить. То есть. АЛЛАЗИНА ТАГАУ. АЛЛАЗИНА ТАГАУ. Теперь. Здесь. Буква ТА. Она твердая. ФАТХА. Приобретает оттенок О. То есть. ТА. ТА. Далее сайт буквы ГАЙН. С ФАТХА. Здесь ФАТХА. Опять приобретает. Тоже приобретает оттенок О. Так как ГАЙН у нас тоже твердая буква. ТАГА. ТАГА. Получается. ТАГАУ. Здесь. ВАУ читаем с СУКУНом. ТАГАУ. А на АЛЛАЗИНА ТАГАУ. Не обращаем внимания. Так как вот этот знак. Как вот здесь было. Говорит о том, что АЛЛАЗИНА ТАГАУ. Не надо читать ни в коем случае. То есть. АЛЛАЗИНА ТАГАУ. ФИЛ БИЛАД. Сразу. Теперь буква ФАС КАСРАИ. По идее, если бы вот как вот здесь. Мы не переходили бы сюда. Тогда надо было бы тянуть. Но так как переходим. ФИЛ БИЛАД. Получается. Но далее как здесь. Вот как в этом случае было. Поэтому не буду повторяться. Теперь 12 аят. Здесь буква ФАС ФАТХАИ. Далее здесь буква АЛЛИФ С ХАМЗАИ И ФАТХАИ. И здесь. И здесь. ФАТХУ. Презенция мягкая. Как есть. То есть. ФАА. 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 Далее здесь буква КАФ. Она мягкая. ФАК. ФАК. Не надо читать ФАК. Это ошибка. ФАК. ФАК. Далее здесь буква ФА. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. ФАК. 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 Теперь. РОС. ДАММА. РОС читается твердо. ДАММУ тянем два раза. За счет буквы ВА без огласовок. Это МАД ТАБИИ. ФАК. 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 А на АЛИФ не обращаем внимания. АЛИФ не надо читать. Подсказка есть. Теперь. ФИ. ХАЛ. Здесь буква ФА. С КАСРАЙ. КАСРУ тянем за счет буквы Я без огласовок. А здесь буква ХА на выдохе произносится мягко. Здесь, если бы мы не переходили к следующему слову, АЛИФ тоже надо было бы тянуть два раза за счет, прошу прощения, ФАТХу надо было бы тянуть два раза за счет АЛИФа без огласовок. Но, так как мы переходим, здесь уже МАД ТАБИИ не будет. То есть, ФАТХу не надо тянуть. Надо читать ФИ. ХАЛ. ФАС. Д. Вот так. При переходе минуем АЛИФ. АЛИФ не надо читать. Подсказка. ЛАМ читается. СУКУН есть. Мы понимаем, что следующая буква, буква ФА, она лунная. ФИ. ХАЛ. ЛАМ читается мягко. И ФАС. Д. Опять здесь ФАТХу, которая над буквой СИН, если мы решили остановиться, мы имеем право тянуть четыре раза МАД АРИД будет, а здесь ДАЛ надо будет подчеркивать КАЛКАЛА будет. Но если вы решили продолжить, здесь ФАТХу надо тянуть только два раза, КАЛКАЛА не будет. То есть, если вы решили продолжить, надо читать ФИ. ХАЛ. ФАС. ДА. ФАС. Вот так. Но лучше останавливаться. Теперь тринадцатый аят. ФАС. БАЛАЙ. ХИМ. РАБ. БУ. САУ. ТО. РАБ. Аят начинается на букву ФА с ФАТХой. Далее сайт буквы САД. Твердая с ФАТХой. ФАТХа приобретает оттенок О. ФАСА. 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 Далее сайт буквы БА. Удвоенная с ФАТХой. ФАТХу не тянем. То есть. ФАСАББА АЛЕЙХИМ. ФАСАББА АЛЕХИМ. Здесь буквы АЙН. ГАРТАНА с ФАТХой. ФАТХу произносим через ГАРТАН. То есть. Далее сайт буквы ЛАМ с ФАТХой. ФАТХа приобретает оттенок Я. АЛА. АЛА. Далее сайт буквы Я с СУКУНом. АЛЕЙ. Далее буква ХА. Мягкая. Которая на выдохе произносится СУКУНом. И здесь сайт буквы МИМ и СУКУН есть. Так как следующая буква БУКВА РА. Это правило из ХАРШАФАУЕ. То есть. МИМ надо читать четко. Получается. ФАСАББА АЛЕЙХИМ. РАББУКА. Теперь буква РА с ФАТХой. ФАТХа приобретает оттенок О. РА читаем твердо. То есть. РА. Далее сайт буквы БА. Она же удваивается. С ДАММАЙ. РАББУ. РАББУ. Далее сайт буквы КАФ с ФАТХой. КАФ читаем мягко. То есть. РАББУКА. РАББУКА. ФАТХУНИТЯ. Немецком случае. Далее буква СИН с ФАТХой. СА. СА. Мягко читается. Далее буква ВАУ. С СУКУНОМ. САУ. САУ. И буква ТА. Здесь стоит. Она же твердая. Поэтому ФАТХа приобретает оттенок О. ФАТХу ни в коем случае не должны тянуть. И сразу сюда переходим. То есть. САУ. ТА. АЗА. Б. САУ. ТА. АЗА. Б. Здесь буква АИН. Гартанная с ФАТХой. ФАТХУ произносим через гортань. То есть. А. 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 Далее стоит буква ЗАЛ. Она межзубная. И опять здесь. Если мы решили остановиться. ФАТХУ мы имеем право тянуть до четырех раз. Это МАДАРИД будет. А БА надо будет подчеркивать. Так как появляется СУКУН. И будет КАЛКАЛА. То есть надо читать. АЗАБ. АЗАБ. Чтобы подчеркнуть букву БА. Как только губы вы замкнули. При произношении буквы БА. Как только произнесли. Сразу же надо губы открыть. То есть АЗАБ. Вот так. И получается что не оглушили. Но если вы решили продолжить. Тогда АЗАБИН. То есть эту ФАТХУ тянем только два раза. Если вы решили продолжить. А здесь ТАНВИН КАСРУ читаем четко. Мы видим что края ТАНВИНа ровные. Так как следующее слово начинается на АЛИФСХАМЗАЙ. Это будет правило ИЗГАР. То есть при продолжении надо читать. АЗАБИН. ИННА. Вот так. Но лучше останавливаться и читать. АЗАБ. Четырнадцатый аят. Аят начинается на АЛИФСХАМЗАЙ и КАСРАЙ. КАСРУ произносим мягко как и есть. То есть ИИ. Далее стоит буква НУН. Она же удваивается. С ФАТХАЙ. ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ. То есть ИННА РОББАКА. Теперь буква РО с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок О. РО читается твердо. РО. РО. Далее стоит буква БА. Она же удваивается. С ФАТХАЙ. И здесь КАФ. С ФАТХАЙ. Как вот здесь было. Только здесь РОББУКА. А здесь РОББАКА. Теперь ЛАББИЛЬ. Здесь буква ЛА с ФАТХАЙ. ЛАМ с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок Я. То есть ЛА. ЛА. ФАТХУ НЕ ТЯНЕМ. ЛАБИЛЬ. Сразу ЛАБИЛЬ. ЛАБИЛЬ. Теперь буква БАС с КАСРАЙ. При переходе сюда МИНУЕМ ОЛИФ. ОЛИФ не надо читать. Подсказка есть. А здесь ЛАМ читаем. Так как СУКУН есть. Мы понимаем, что следующая буква. В данный момент буква МИМ. Она ЛУННАЯ. ЛАБИЛЬ МИРУ СОДА. Теперь буква МИМ с КАСРАЙ. РА с СУКУНОМ. Но здесь вот слово МИРУ СОДА это одно слово. Если в одном слове буква РА стоит с СУКУНОМ. Перед ней КАСРА. Но после буквы РА стоит твердая буква. Вот СОДА она твердая буква. Поэтому здесь исключение из правил. То есть здесь не надо уже МИМ читать мягко. А надо читать твердо. По идее РА надо читать мягко. Потому что РА стоит СУКУНОМ. Перед ней стоит КАСРА. Но так как следующая буква после буквы РА стоит твердая. Переход после мягкой буквы РА к твердой букве будет тяжелый. Поэтому РА тоже как бы так сказать утяжеляется. Или становится твердой. Поэтому надо здесь читать вот так. ЛА БИЛ МИР САДЕ. Теперь буква СА. Она с ФАТХА. Опять ФАТХА приобретает оттенок О. И опять если мы решили остановиться. ФАТХУ мы имеем право. Оттенок до четырех раз. МАД АРИД будет. А ДАЛ надо подчеркивать. Так как появляется СУКУНО. И будет КАЛ КАЛ. То есть ЛА БИЛ МИР САДЕ. Вот так надо читать. Но если вы решили продолжить. Тогда ФАТХУ надо тянуть только два раза. И надо читать. ЛА БИЛ МИР САДЕ. ФААММАЛ. Вот так. Но лучше останавливаться. И последний аят на сегодня пятнадцатый. ФААММАЛ ИНСАНУ ИЗА МАБТАЛАХУ РАББУХУ ФААКРАМАХУ ВА НААМАХУ ФАЯКУЛУ РАББИ АКРАМАННУ. Теперь аят начинается на букву ФА. С ФАТХАЙ ФА. Далее сайт буквы Алиф, С ХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. То есть две ФАТХАЙ. ФАА. Они обе. Эти ФАТХАЙ надо произносить мягко. Далее сайт буквы МИМ. Она же удваивается. Теперь по идее эту ФАТХУ надо было бы тянуть за счет Алифа без огласок. И было бы МАТТАБИИ. Надо было тянуть два раза. Но так как мы переходим к следующему слову. Алиф уже ФАТХУ не надо тянуть. Не будет МАТТАБИИ. То есть ФАММАЛ. Вот так. При переходе этот Алиф не читаем. Минуем Алиф. Алиф подсказка есть, что Алиф не читается. Теперь ЛАМ здесь читается, так как СУКУН есть. Мы понимаем, что следующая буква, буква Алиф с ХАМЗАЙ, это лунная буква. ЛАМ читается мягко. ФАММАЛ. А здесь КАСРА произносится мягко, как есть. ФАММАЛ ИИ. Теперь видим, что буква НУН стоит без ничего. По идее, здесь СУКУН должен быть. Но СУКУН убрали. Так как СУКУН отсутствует, это говорит о том, что НУН не надо читать четко. Смотрим на следующую букву. Следующая буква, буква СИН. Она относится к правилу ИХФА. Получается, что НУН надо читать скрыто, удерживая через нос. То есть, вот так. ФАММАЛ ИНСАНУ. Теперь буква СИН стоит с ФАТХА. И ФАТХУ тянем два раза за счет подсказки в прямой палочке. Тянем два раза. Это МАТТОБИИ. Далее стоит буква НУН с ДАМА. И как только ДАМУ произносили, сразу сюда надо переходить. И ДАМУ не надо тянуть. То есть, ФАММАЛ ИНСАНУ ИЗА. Вот так. Теперь здесь АЛИФ с ХАМЗАЙ и КАСРАЙ. КАСРУ произносим как мягкую И. Далее стоит буква ДАЛ. Она межзубная. Ее надо правильно произносить. ФАТХУ тянем за счет АЛИФА без огласовок. Тянем два раза. Это МАТТОБИИ. Получается ИЗА. 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 Теперь здесь буква МИМ с ФАТХА. И по идее ФАТХУ надо было бы тянуть два раза за счет АЛИФА без огласовок. И было бы МАТТОБИИ. То есть МАА. Но так как мы должны перейти сюда, ФАТХУ не тянем. Не будет МАТТОБИИ. И получается, при переходе вот этот АЛИФ тоже не считаем. Минуем АЛИФ. Так как подсказка есть. И буква БА с СУКУНом получается БА КАЛ КАЛ КАЛА. Здесь БА надо подчеркивать. То есть надо МАБЫ. 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 МАБЫ ТАЛАХУ. Вот так будет. После БА сайт буква ТА. Она мягкая с ФАТХА. Теперь буква ЛАМ. Она с ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок Я. И эту ФАТХУ тянем два раза за счет прямой палочки, подсказки. Это МАТТОБИИ. Далее сайт буква ХА. Она на выдохе произносится мягкая с ДАММой. И эту ДАММу не тянем. То есть МАБЫ ТАЛАХУ РОББУХУ. Вот так будет. Теперь буква РАС с ФАТХА. ФАТХА приобретает оттенок О. Далее сайт буква БА удвоенная с ДАММой. РОББУ. РОББУ. Далее сайт буква ХА. Она тоже на выдохе произносится, как вот здесь. Но отличие в том, что вот здесь мы ДАММу не тянули, а здесь ДАММу надо тянуть за счет подсказки маленькой буквы ВАУ. Это МАТТОБИИ. То есть два раза тянем. РОББУХУ ФААК РОМАХУ. Здесь буква ФА с ФАТХАЙ. Далее опять буква АЛИФ с ФАТХАЙ. То есть две буквы ХА. Две ФАТХИ. Прошу прощения. ФАА. ФАА. ФААК. Далее сайт буква КАФ. Она мягкая с СУКУНОМ. Далее буква РО с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок О. РО читается твердо. То есть ФААК РО. ФААК РО. Далее МИМ с ФАТХАЙ. И ХА. С ДАМММой. Опять ХА. Точнее ДАММУ тянем за счет буквы ВАУ. Это тоже МАТТОБИИ. То есть ФААК РОМАХУ. Тянем только два раза. ФААК РОМАХУ. ВА НААМАХУ. Теперь здесь буква ВАУ с ФАТХАЙ. Далее НУН с ФАТХАЙ. И АЙН. ГАРТАННАЯ АЙН. Она же удваивается. И здесь ФАТХА. Получается, вот эту ФАТХУ надо произносить как удвоенную ГАРТАННУЮ. То есть НАА. 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 НААМАХУ. Здесь ХА с ДАММАХУ. ДАММУ тоже тянем за счет маленькой подсказки, маленькой буквы ВАУ. Это тоже тянем два раза. Это тоже МАТТОБИИ. То есть ВНААМАХУ. Получается вот РОББУХУ. ФААК РОМАХУ. ВНААМАХУ. ТРИ как бы подряд. И ФАЯКУЛУ. Теперь буква ФА с ФАТХАЙ. Я с ФАТХАЙ. Далее САЙД буква КАФ. Она твердая с ДАММАХУ. Эту ДАММУ тянем за счет ВАУ без огласовок. Это МАТТОБИИ. Тянем два раза. Здесь буква ЛАМ. Она произносится мягко. То есть Эту ДАММА. Она приобретает оттенок Ю. И ДАММУ не тянем. То есть ФАЯКУЛУ. РОБББИИ. Это буква РО с ФАТХАЙ. ФАТХА приобретает оттенок О. РО читается твердо. Далее буква БА. Вот эта точка относится к букве БА. Она удваивается. И теперь эту КАСРУ мы должны тянуть шесть раз. Почему шесть? Потому что следующее слово начинается на АЛИФС. Это МАДМУНФАСИЛЬ. Но у вас есть право. Вы имеете право тянуть два раза. То есть либо два раза, либо шесть раз. Но лучше тянуть шесть раз. Получается РОБББИИ. АК РОМАН. Теперь буква АЛИФС, ХАМЗАЙ и ФАТХАЙ. ФАТХА произносим как мягкую А. Далее стоит буква КАФС. Мягкая буква КАФС, ФАТХА. С СУКУНОМ, прошу прощения. Далее стоит буква РО с ФАТХАЙ. И ФАТХА приобретает оттенок О. Потом МИМ с ФАТХАЙ. И при остановке АК РОМАН получается. Но если вы решили продолжить, надо АК РОМАНИВА АММА. Вот так будет. Но лучше АК РОМАН. Вот здесь останавливаться. Так. Надеюсь, что здесь с правилами все было понятно. Теперь, как я уже сказал, каждый аят по три раза буду читать. В конце один раз полностью с первого по пятнадцатый аят. Иншаллах, прочитаю. БИСМИ ЛЛАХИ РРОХМАНИ РРОХИМ ВЕСМИ ЛЛАХИ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Если он был виноват, он был виноват, и он сказал, что он был виноват. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok